МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Родион Архипов. Коротко о главном. Это не Дальний Восток. После ливня в Чебоксарах машины тонули. Его не утопишь, не сожжешь. Школы Республики переходят на электронный дневник. Великая сила искусства. В Чувашии пройдет форум театров кукол, работающих для особенных детей. Начнем сегодня наш выпуск с информации, которая обычно завершает новости. С погоды. Если на улице воды по колено, а по дорогам плавают машины, это еще не означает, что вы на Дальнем Востоке. В других регионах тоже сыро, хотя, конечно, не так, как в Преамуре. Эта полноводная река еще утром в понедельник называлась улицей Ленинского комсомола. Тот, кто рискнул проехать по нему после дождя, вечером поплатился. По меньшей мере, личным автотранспортом побольше и здоровьем. А вот эта река под названием Пролетарская вообще впадает в настоящее озеро. Машина, поток. Куда же идет эта вода? Вот куда она идет. Волга из берегов не выходила. В Венецию чебоксары превратились из-за дождей. Вообще, последнюю неделю у нас были хорошие такие обильные осадки по республике и по чебоксарам. В частности, это все было связано с выходами южных циклонов. И вчера, вот в частности, тоже выход южного циклона. То есть эти циклоны приходят, как правило, теплые, очень влажные. Ну и если им есть куда уйти, они проходят мимо и количество осадков не такое большое. Но сейчас его затормозил антициклон, который располагается по северу европейской территории России. Он в него как бы уперся, дальше идти некуда, поэтому вся влага, которая в нем была, она вылилась именно на нас. В принципе, в принципе, ничего такого сверхъестественного нету. Потому что все-таки же дожди ливневого характера каждый год есть. И 38 миллиметров это никакой не рекорд, ничего. Это просто неблагоприятное явление. Что ж, если специалисты считают это явление рядовым, то интернет-общественность высказывает мнение, что подобного не было несколько десятилетий. Как подсказывают синоптики, вчера с трех часов дня в Чебоксарах выпало 50 миллиметров осадков. Всего за 9 дней календарной осени выпало 217,6 миллиметров. При том, что месячная норма составляет всего 51 миллиметр. Выходит, нынешний сентябрь самый мокрый за последние 34 года. Так или иначе, какой бы мокрой ни была осень, средства спасения от таких наводнений придумали еще много веков назад. Это ливневая канализация или просто ливневка. Почему изобретение древности не спасло современной Чебоксары, непонятно. Мне тут пару месяцев назад говорили, что ливневку на новых дорогах проектировщики заложили нормальную. Я тогда еще ее сравнивал с московской. В Москве обочины глубокие, а у нас раза в три меньше. Мне говорили, что ничего я в этом не понимаю, все сделано нормально. Вот теперь вижу, весь город нормально у нас сделан. Возмутила горожан не только работа дождевой канализации, но и трудолюбие чебоксарских дорожников. Они укладывали асфальт, невзирая на погоду. В интернете появилось видео под названием «Наноасфальт». Что ж, как скажется, такой сырой способ на качестве дороги, мы узнаем позднее. Так или иначе, синоптики обещают, в ближайшие дни погода улучшится. Небо поряснится и станет значительно суше. Впрочем, осень только начинается. Возможно, приобрести стоит не только резиновые сапоги и дождевики, но и плавсредства. Ольга Пыречкина, Александр Петров, Республика. На роликах, которые появились в интернете после сильного ливня, видны автомобили. Некоторые из них были затоплены почти наполовину. Тем не менее, в чебоксарских автосервисах не отмечают особой активности. Специалисты советуют, если вам необходимо проехать огромную лужу, лучше не делать этого на скорости. В противном случае, могут возникнуть большие проблемы с двигателем, вплоть до того, что потребуется полный ремонт, который стоит от 20 до 50 тысяч рублей. Если вода попала в салон и затопила воздушные фильтры, то машину нужно просушить, не заводя двигатель. Удивительно, но несмотря на потоп резкого увеличения количества аварий в Чебоксарах не наблюдалось. Всего 9 сентября от ДТП в республике пострадало 3 человека. А серьезные пробки в городе, по мнению специалистов, связаны не столько с дождем, сколько с увеличившимся с приходом осени транспортным потоком. На наступлении осени и в сумерках мы каждый раз сталкиваемся со всеми проблемами безопасного дорожного движения. В основном оказывается и на столице нашей республики, когда начинается период дождей, и на территории всей республики, на республиканской дороге. Вчера в городе Чебоксары после преленного дождя вы видите транспортный коллапс. Мы все понимали это и сами выезжали и видели, что заторы почти на каждом перекрестке. Просто рабочий день, в основном все передвигаются на транспортных средствах. И вы видите, что учебный год уже начался. Здесь видно, что потоки идут, движения молодых водителей и студентов прибыли в столице нашей республики. И движение в основном после такой летнего периода, после каких-то каникул усилилось. Но хочется еще отметить, что движение на федеральной трассе в основном идет где-то ближе к городу Чебоксары. За сутки проходят 40 тысяч транспортных средств. Вы видите, это тоже можно отметить сегодня, что очень трудно проехать обездную дорогу в городе Чебоксары от Лапсар до Карачур. Ну и республиканские дороги сегодня вы видите, что есть определенный за летний период ремонт. И видно, что скоростной режим увеличился. И здесь видно, что дорожно-транспортные происшествия уже участились. Права граждан, лишенных свободы, необходимо защищать эффективнее. Об этом зашла речь на координационном совещании по обеспечению правопорядка, которое провел глава республики Михаил Игнатьев. К условиям содержания подследственных и осужденных предъявляют претензии контролирующие органы и общественные организации. Проблем немало, но решить их в сию минуту нереально. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Условия, в которых содержатся осужденные и те, кто еще дожидается приговора, далеки от идеальных. Уполномоченный по правам человека Юрий Кручинин обнародовал итоги своих проверок. Где-то недостаточно эффективно оказывают медицинскую помощь, где-то у арестантов нет возможности пользоваться горячей водой. Ремонт во многих колониях не проводили десятками лет. Последствия на лицо, в камерах царит полная антисанитария. Многие камеры изоляторов требуют немедленного ремонта. Состояние стен и потолков в них неудовлетворительное. В обоих СИЗО прогулочные дворы расположены не на первом этаже, а на уровне второго и четвертого этажей. В обоих СИЗО отсутствует горячее водоснабжение, кроме лишь двух женских камер в СИЗО-1. У полномоченный по правам человека сделал и другие неутешительные выводы. Чувашские СИЗО переполнены. Арестантам за колючей проволокой не должно быть тесно. Четыре квадратных метра для одного человека норма. Но положение в тюрьмах сейчас совершенно другое. Для заключенных под стражу отводят три с половиной метра, а то и меньше. Среднесписочная численность арестованных в следственных изоляторах республики за восемь месяцев текущего года составила 554 человека. При лимите в 470 человек. Лимит наполнения превышен на 18%. Только вот месяц назад он был 25%. Численность в СИЗО и ПФРС на 3 сентября, это вот на день моей последней проверки, составляла 691 человек. Наполнение в СИЗО, в частности СИЗО-1, 210 человек при лимите в 158. Но иногда у проверяющих возникает вопрос, а необходимо ли было вообще заключать человека под стражу. В изоляторах обвиняемых содержат до полугода, а некоторые приговоры ждут более двух лет. Ходатайствовать об аресте следователи стали чаще. Хотя наказание за преступления, которые не являются тяжкими, можно и смягчить. Альтернатива колючей проволоки, домашний арест и денежный залог. Но суды зачастую работают по отлаженной системе. Число ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу возросло за год на 6%. В первом полугодии текущего года судами рассмотрено дел на 11,7% меньше. Отсуждено лиц на 11,4% меньше. Но число ходатайств снизилось только на 2,5%. Проблема назрела давно. Ситуацию сейчас может исправить строительство нового здания СИЗО. Необходимо в ближайшее время реконструировать и действующий изолятор. В Чувашском УФСИНе планы уже начали воплощать в жизнь. Я выезжал в УФСИН России с учетом письма, которые Юрий Сергеевич писал во УФСИН России. И все-таки мы решили вопрос по выделению денежных средств для того, чтобы привести в соответствие помещение функционирующего землетрясения изолятора первой колонии. И введение его в действие. Выделяется 4,6 млн рублей на приведение его в соответствие. Начатое здание СИЗО, когда мы завершим так реально? 2017 год. 2017 год? В соответствии с планом. Там четко распределены эти денежные средства по квартально. И вот решаем едиными выездными вопросами, решаем дополнительно. Обсудили участники совещания и другую проблему. В республике выявляют фирмы, которые легализуют доходы, полученные криминальным путем. В этом году уже было заведено несколько уголовных дел. Фигурантами одного из них стали директоры строительных организаций. Деньги, которые они собрали у дольщиков, были направлены в другие регионы. Глава республики отметил, что незаконные финансовые операции необходимо пресекать на корню. В противном случае, проблемы дольщиков приходится решать за счет бюджета. Медрик Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. В Чувашии продолжается борьба с незаконным игорным бизнесом. А накануне сотрудники полиции совместно с представителями Росимущества уничтожили технику, которая использовалась в азартных играх. Подробности у наших коллег из пресс-службы МВД. 9 сентября на базе организации НПО «Экология» в Чебоксарах были уничтожены, изъяты из незаконного игорного бизнеса, игровые автоматы и другое оборудование. Всего под 16-тонный пресс легло 142 одноруких бандита. Подобное мероприятие проводится уже не в первый раз. Предыдущая утилизация состоялась в ноябре прошлого года, в ходе которой утилизированы 107 единиц игровой техники. На сегодняшний день территориальным управлением Росимущества Чувашской Республики утилизированы все 249 единиц игрового оборудования, которые переданы правоохранительными органами для уничтожения. Работа в данном направлении продолжается. Практически каждую неделю полицейские выявляют точки, где проводятся незаконные азартные игры. В последнее время организаторы такого бизнеса чаще используют обычную компьютерную технику с выходом в интернет. Только в этом году полицейскими изъято более 200 системных блоков из нескольких десятков игровых салонов. В 2013 году сотрудниками полиции было закрыто 65 игорных заведений. По решениям судов было наложено штрафов на сумму более 5 миллионов. Работа в данном направлении находится на постоянном контроле у руководства МВД и будет продолжена в будущем. Кстати, если вам стало известно, что где-то открылся очередной игровой салон или ваши близкие стали там оставлять немалые суммы денег, просим обращаться по телефону 24 15 38 или 02. К другим темам. Если вспомнить школьные годы, журнал всегда был особенным вещдоком. Носить его доверяли самым ответственным ученикам. Но время от времени журналы все-таки терялись. Кто-то при этом радовался, а кто-то из отличников сожалел. Теперь-то он точно никуда не денется. А почему, подробнее расскажет Татьяна Трофимова. Замазать двойки в журнале или дневнике больше не получится. Оценки на бумажном носителе уходят в прошлое. Теперь в школы проникает электронный контроль. Родителям следить за успеваемостью детей помогает всемирная паутина. Электронные дневники и журналы впервые начали внедряться в Чебоксарах в 2007 году. Первопроходцем стала гимназия номер 5. Проект был пилотный не только для республики, но и в целом для России. На сегодняшний день почти половина школ города – это около 25 образовательных учреждений – перешли в систему электронных дневников и журналов. Школы города реализуют два проекта – это «Недскул» и «Дневник.ру». У каждой информационной системы есть свои плюсы. Каждая школа, образовательные учреждения вправе выбирать самостоятельно ту или иную систему. Примерно пропорции половина на половину. Пятая гимназия уже около шести лет работает в информационной системе «Недскул». А первая гимназия города Чебоксара выбрала «Дневник.ру» в 2009 году. На сегодняшний день к этой информационной системе подключены практически все учителя, родители и педагоги этого учебного заведения. «Дневник.ру» нам оказал намного проще в своем внедрении. Когда мы начали его внедрять, он у нас достаточно быстро пошел, и мы на нем остановились. Каждый учитель создает еще свою методическую копилку, где выкладывает как домашнее задание в виде отдельных файлов для учеников, так и задание уже более старшего, различные электронные методички, которые создают сами, чтобы ребята могли их дома посмотреть. Система электронных дневников активно развивается во всех школах России. Сделано это для того, чтобы родителям было проще следить за успеваемостью детей. Но родители отмечают и другие плюсы электронных дневников и журналов. Для меня, как родители, конечно, введение электронного дневника в школе – это, несомненно, очень большое преимущество для нас. Потому что мы имеем возможность участвовать и наблюдать за учебным процессом, оперативно узнавать информацию. В классе происходят постоянно какие-то мероприятия. Мы, как родители, не всегда имеем возможность присутствовать на них. Классные какие-то дни рождения, какие-то праздники. Учитель фотографирует наших детей. И нам, родителям, удобно то, что нам не нужно приходить в школу, носиться с этими флешками. То есть мы можем сразу из дома зайти в интернет и посмотреть эти фотографии, сразу закачать себе, сохранить. Так что это экономит и наше время, и время наших учителей. Главное, сами ученики довольны переходом на безбумажный формат. Ученики могут из дома контролировать свою успеваемость и понять, по каким предметам лучше приложить больше усилий, чтобы в итоге вышла положительная оценка. Чаще всего я захожу на садию Некру для того, чтобы посмотреть домашние задания или, например, посмотреть какие-то школьные объявления. Это очень практично и для нас, и для родителей. Мы можем, не выходя из дома, смотреть наши домашние задания, например, если мы не успели записать в классе. И средний балл, и вообще наши оценки. Я считаю, положительная часть дневника.ру в том, что если какой-либо ученик, участвуя в спортивных соревнованиях или математических олимпиадах, или олимпиадах по другим предметам, может потом зайти на этот сайт и получить те материалы, которые он пропустил во время учебной программы в самом классе. Постановлением правительства Российской Федерации определена дата – 1 января 2014 года, когда все школы должны перейти на электронный формат. К этому сроку все преподаватели должны научиться пользоваться электронным журналом, а все учащиеся – электронным дневником. В Управлении образования города Чебоксара говорят, что за это время еще половина школ столицы успеет перейти на безбумажный формат. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика. В середине октября в Чувашии стартует первый международный особенный фестиваль для особенных зрителей. Его участники и основные исполнители театра кукол разных регионов России. Главные зрители – дети, которым необходимо особое внимание. Подробности экспериментального проекта в нашем сюжете. Одинаковыми быть не обязательно. Эту основную мысль попытаются донести до зрителей организаторы кукольного фестиваля. Поставить на одну ступень детей из неблагополучных семей, инвалидов и обычных ребят, убрать между ними барьер – вот основная задача, которая стоит перед участниками мероприятия. Соединяя больных детей в зале с обычными детьми, мы тоже учим не только детей, чтобы они привыкли, что существуют такие дети особенные, но и родителей, и взрослых. И нас еще нужно учить, как корректно обращаться с такими особенными детьми. 12 коллективов, в том числе Чувашский театр «Кукол», представят перед маленькими зрителями свои лучшие спектакли. При подборе постановок учитывалось, что 10-20% присутствующих – дети, требующие к себе особого внимания. Мне кажется, что данный фестиваль принесет свои плоды. Это будет очень интересно не только для взрослых, но и для детей, и не для детей, и самых маленьких детей. И, кроме этого, мы запланировали еще мастер-классы. Будут встречи с известными драматургами из Болгарии – Любомиром Ралчевым. А также приедет еще известный драматург – Супони. И будет презентация новой пьесы, как раз ориентированной для детей-инвалидов. Для того, чтобы в фестивале приняли участие максимальное количество ребятишек, все спектакли будут проходить на разных площадках. Кроме этого, планируется проведение различных мастер-классов с ведущими кукольниками России. Только силами здравоохранения мы здоровы не будем. Есть международные цифры, которые говорят о том, что здравоохранение может помочь в 15% только. Остальное все – это наша с вами жизнь, наши с вами отношения. Первый международный фестиваль театров кукол – особенный фестиваль для особенного зрителя «Одинаковыми быть нам не обязательно» пройдет в Чебоксарах с 11 по 16 октября. Ольга Алексеева, Евгений Анисимов, Республика. В Чувашии нашли места для остановок высокоскоростного поезда. В Министерстве транспорта все заинтересованные стороны администрации районов, дорожные организации, Федеральное агентство по управлению имуществом обсудили строительство трассы и вопросы, которые могут затруднить строительство. На сегодня определены две станции – деревни Янгильдины Чебоксарского района и Полянки в Ядринском. Полянки находятся в непосредственной близости от трассы М7. В связи с этим железнодорожное полотно ВСМ-2 вблизи этого населенного пункта надо проложить так, чтобы оно оказалось на расстоянии от автодороги и деревни. Магистраль пройдет также через Маргаушский район. После общественных слушаний проектировщики учли все пожелания и скорректировали трассу. Замечания нашлись у администрации Мариинско-Пасадского и Чебоксарского районов. Они предложили поменять схему прохождения ВСМ-2 в границах данных муниципалитетов. Сейчас остается актуальным вопрос – как избежать спекуляций на продаже и перепродаже земельных участков, которые войдут в черту высокоскоростной магистрали. Администрациям районов необходимо ужесточить контроль за этим вопросом, учесть особо охраняемые природные территории, составить перечень земельных участков для резервирования и предоставить его в правительство Чувашия. Чувашия присоединилась к всероссийской акции «Я выбираю спорт». Тысячи детей в разных уголках республики, забыв на время про учебники, занялись спортом. В Канаше, в Парецком районе, прошли легкоатлетические эстафеты в Новочебоксарске, соревнования по хоккею. Ученики Чебоксарской гимназии номер 4 вышли на утреннюю зарядку. Привить детям любовь к спорту сложно, но можно, считают организаторы акции «Я выбираю спорт». Главное – показать пример. Поэтому утро гимназистов и преподавателей началось с зарядки. Ежегодно в нашей гимназии проводится День здоровья, но впервые в этом году наш директор решил провести утреннюю зарядку со всеми учениками нашей школы. Наши ученики стараются поддерживать здоровый образ жизни, и почти каждый посещает какую-либо спортивную секцию. Наша гимназия – за здоровый образ жизни. Отвлечь детей от компьютеров и заинтересовать спортом – главная цель мероприятия. В дни акции проводились мастер-классы, показательные выступления и круглые столы с ведущими тренерами спортивных школ Республики. В гимназии номер 4 тоже нашли, как заинтересовать молодежь. Сегодня в нашей гимназии дан старт, олимпийский старт. И мы в течение учебного года будем следить за нашими гимназистами, кто в каких спортивных мероприятиях выступает, кто в каких спортивных мероприятиях не только выступает, но и будет занимать призовые места. И в конце учебного года они получат огромный кубок и приз. Наша сегодняшняя задача, задача педагогов – это воспитать здоровых граждан России. Всего в рамках акции «Я выбираю спорт в Республике» прошло более 200 мероприятий, в которых приняли участие свыше 30 тысяч детей. Ольга Алексеева, Елизавета Зайцева, Александр Петров, Республика. На имя главы Чуваши Михаила Игнатьева поступила телеграмма от президента Федерации парашютного спорта России Сергея Серендеева. Федерация благодарит нашу республику за высокую организацию и проведение Кубка мира и 7-го чемпионата Европы по точности приземления и индивидуальной акробатики по парашютному спорту в Чебоксарах. Напомню, соревнования прошли в аэроклубе имени Лепедевского в конце августа. В них приняли участие более 150 сильнейших парашютистов из 19 стран мира. Это была последняя информация на сегодня. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин